Здравствуйте! Отошел ко Господу протеерей Дмитрий Смирнов. Незаурядный человек, незаурядный священник. Я помню его проповеди в храме здесь, далеко от нашей студии, у метро «Динамо». Он говорил нелицеприятные вещи. Многим они нравились. Потому что это была Божья правда. А она многим не нравится. Он не прогибался под этот изменчивый мир. Он имел свою позицию. Что такое Бог? Бог – это не что, а кто. Бог – это есть... Дух, который есть начало всему, который есть Творец, и имя которого есть Любовь. Он был настоящий православный батюшка. Даже обличая грех, он делал это с любовью. К нему кинулись люди. Исповедоваться, поговорить, посоветоваться. Человек намечтает себе и думает, что духовная жизнь – это взять, открыть молитвослов, зажечь лампаду и встать перед иконами. Нет. Это еще не духовная жизнь. Духовная жизнь – это когда ты зажег лампаду, открыл молитвослов, встал перед иконами, только сказал «во имя Отца и Сына и Святаго Духа», а тебе говорят «Вась, ты за молоком не сходишь в магазин?» И вот тот момент, когда ты закрыл молитвослов, взял целлофановый пакет, вот в этот момент началась духовная жизнь. Почему? А потому что ты смирился, оставил свое занятие, которое для тебя очень дорого, ради любви к ближнему, ради своих детей. И пошел, и это сделал. Потому что кому нужна твоя молитва, если нет никакого плода? А смирение – это главный плод духовной жизни. Знаете, я должен вам признаться, что многие фильмы, которые вы видите на нашем канале, сделаны по благословению отца Дмитрия Смирнова. его благословение, его слово было настолько сильным, что произведение, которое мы делали, снимали, все проходило, как по маслу. Это говорит о том, что этот человек от Бога обладал даром любви. Отец Дмитрий Смирнов – современный златоуст Русской Православной Церкви. его проповеди, выступления на телевидении, его слова останутся надолго у нас в сердце. Последний раз я получил от него благословение на одно дело. И оно, слава тебе Господи, спорится. Надеюсь, что так будет дальше. И он не оставит нас, будучи там, на небе. Сейчас мы вам покажем несколько выступлений отца Дмитрия Смирнова. Это отрывки из интервью, которые он давал нам в разное время, по разному поводу. Говорил, не обличая, не уничтожая людей за их ошибки и грехи. А еще раз повторю, говорил это с любовью, с сожалением, с возможностью пройти туда, куда мы все стремимся. Дверь всегда туда остается открытой. Путь, правда, тернист к этому месту, у подножия Божьего. Он его прошел. Посмотрите, подумайте, вспомните, кем был здесь на земле для нас отец Дмитрий Смирнов, Царство Ему Небесное. Путь, правда, тернист к этому месту. В сентябре 1904 года в Казани произошло преступление, которое положило метафизическое начало и революции в России, и периоду иконоборчества. Была украдена икона Казанской Божьей Матери, икона, особенно чтимая на Руси, обретенная еще девочкой Матроной после пожара 1579 года. Недавно в Дюссельдорфе в одном из антикварных магазинов православные коллекционеры из Украины и России обнаружили икону Казанской Божьей Матери. Некоторые из них считают, что это именно та икона, которая была явлена девочке Матроне в 1579 году в Казани. Очень часто бывает и такое, что сама икона обращает человека не только ко Христу, но и непосредственно в православие. Я сам в молодости наблюдал такой процесс в музее Андрея Рублева. Приходили люди совершенно далекие от церкви, начинали трудиться на разных поприщах в музее Андрея Рублева, через несколько лет становились православными. И поэтому, конечно, в иконе есть две стороны. Первая сторона – это духовная. Икона – это окно в мир невидимый. Даже вот обратная перспектива, которую мы видим на иконах древних, она как бы на это указывается, что как будто мир невидимый на нас смотрит с той стороны. Поэтому перспектива сходится на земном зрителе, подчеркивает вот эту связь. А так, конечно, икона, она есть еще и искусство. Ну, вот как, допустим, древние египетские саркофаги. Их роль была исключительно духовная. Даже вот эта прекрасная живопись, которой они расписаны, она вообще не предназначалась для глаз людей. А сейчас уже люди любуются этим колоритом, линией. И даже многих побуждают изучать письмо древнеегипетское и узнавать историю и духовность. Вот этот процесс такой двузначный. И интерес к иконе, особенно у германцев, он давно. Еще в начале XX века несколько немцев в России очень интересовались и коллекционировали русские иконы. Было даже несколько таких коллекций. В этом смысле гораздо раньше, чем русские. Потому что древняя икона, она как бы исчезла под олифой. И вот в этом процессе реставрации участвовали еще и немцы. То есть в начале XX века Россия открыла для себя свою икону. Когда был снят слой черной олифы, обнаружилось там совершенно чудесные краски, линии. Совершенно потрясающее искусство, которое ни с чем не сравнить. И оно, это искусство само по себе сражает всех. Людей, которые чувствительны к красоте. Период иконоборчества – это такой вообще период борьбы с изображениями неправильно понятого священного писания Ветхого Завета. То есть, если в современном валютном исчислении, то в это время уничтожены иконы на триллионы иконы долларов, рублей, евро. Потому что это был один из таких высочайших расцветов иконописания. Причем эти иконы, они были написаны в технике инкаустики, которая может сохраняться столетиями. И некоторое количество икон, оставшиеся от этих эпохи, свидетельствуют о высочайшем и недостижимом искусстве. Это вот того времени восьмого века. Седьмого, восьмого. Вот. И Иоанн Дамаскин, он является таким апологетом иконописи и недаром восстановления иконопочитания в церкви празднуется как торжество православия. Он за свои писания ему отсекли руку и он молился перед иконой Матери Божией, держа отрубленную кисть и она приросла без всякого хирургического вмешательства. и продолжал действовать. Вот. Поэтому вот такое чудо явное свидетельство о том, что его слово и его подвиг угоден Богу. и даже возникла иконография такая особая икона Матери Божией Троеручица, то есть изображает руку Иоанна Дамаскина, которая была отсечена и вот таким образом вернулась на свое место. Известное, но известно, судя по иконографии, эти образы восходят к этой иконе. Это, конечно, списки с тех изначальных икон, это те иконы, особо почитаются у нас. Ну, так, которая именуется Владимирская. Считается, что это изначально был образ, который написал евангелист Лука. Так он и есть, этот убрус известен с древности и даже он, помимо всего прочего, когда был спрятан в стене над вратами, то отпечаток с убруса остался и на керамике, в которой была выложена вот эта ниша, где он хранился. Поэтому два таких нерукотворных образа на убрусе и на керамике стали основой и иконографией. Но это не люди заинтересовались, а появилась такая возможность. Всякий интерес к церковности он перестал преследоваться. Ну и потом такой талантливый человек, Владимир Соловухин с его книгой «Черные доски» тоже он был очень популярен среди такой интеллигенции, патриотически настроенной. и свои мысли на этот счет как-то он обозначил в пространстве. и сам, конечно, не шибко воцерковленный человек, но начал собирать коллекцию. И Лега Узунов начал собирать такую коллекцию. более-менее я тоже помню эти годы некоторые круги художников знал. И дома художников они украшались и литьем медным, и иконами. все, что находилось, чрезвычайно ценилось. Потом некоторые из них составили довольно приличные коллекции. Но на самом деле это был всегда еще великий русский художник Павел Корин. У него была замечательная коллекция икон, куда до сих пор водят школьников. Поэтому эта такая стезя, она никогда не зарастала. Просто более-менее она сужалась, либо превращалась в такую широкую дорогу. Русская икона это особое уникальное явление. И среди икон балканских, например, или западных, или греческих, русская икона сразу видно. Это совершенно особое направление. икона сохранилась, я не знаю, ну, миллионы. Икона сохранилась, не знаю, может быть, процентов 10. Потому что, ну, их уничтожали, ну, просто, я не знаю, ну, никто так, никто из завоевателей так не уничтожил. Ну, я знаю, что некоторые руководители Третьего рейха составили себе очень хорошую коллекцию русских икон, их искали специальные команды и отвозили туда, в Германию во время войны, с оккупированной территории. Вот. А у нас, конечно, ну, какая-то часть икон была сохранена, у которой оказались, ну, в коллекциях музеев, вот, ну, и потом по домам еще очень много осталось, конечно, эти до сих пор иконы всплывают на всяких таких специальных рынках. И вот наш храм, вот этот и другой, тут все иконы, все сохраненные иконы. Это у нас как раз предел посвящен 19-му веку. Здесь все иконы до одной это вот такие найденные, поштучно отреставрированы и поэтому вот кивоты сделаны. И здесь в нашем храме присутствует иконы начинается с 17-го века и кончает в 21-м. Можно вполне экскурсию вводить по истории иконописи последнего тысячелетия, вернее, полутысячелетия. Это, конечно, замечательно, что находятся люди, которые с помощью денег такой замечательный инструмент могут вернуть на Родину то, что ей принадлежит. Это, конечно, может только поклониться. Потому что так глубоко, как русские люди, никто не сможет это понятие постичь. Потому что каждая икона нам родная. Мы видим в ней и духовную составляющую, и красоту не передаваем. Ну и не передаваем. И таких, собственно, искусствоведов, специалистов по иконе, такие есть только в России. Дело в том, что такие случаи бывают. Безусловно. Но не всегда. Я, например, уверен совершенно, что, несмотря на то, что Владимирская икона Божьей Матери находится сейчас в фраме Никольском при Третьяковке, потому что она сама хочет в Кремль вернуться. А ее не пускают, если уж на то пошло. Поэтому по-разному все бывает. Кровожадный Молох, этот финикист и демон, насыщавший свое чрево человеческими жертвами, и сейчас пожирает молодежь и детей. Мир культивирует порог и создает ему официальное обоснование ЛГБТ. Вот когда я был в Помпеях, там вот этот дух, он чрезвычайно чувствуется. А дух вот этой гибели от разврата. Вот когда я прибыл в Помпеи, несмотря на всю красоту, которая в пропорции, в цвете камня, во фресках, тем не менее, вот этот ужас ада, он ощущается просто кожей. И понимаешь, что Помпеи не могли не быть стерты с лица земли. Вот. И то, что засыпало именно пеплом, и пеплом, который идет из преисподней, это вообще такие вечные символы, просто вот, ну, навсегда, как и Мертвое море. Поэтому, конечно, вот, те, которые устремляются на Запад, они должны это знать. А что происходит сейчас вот в Европе от тезометрии? В Европе то же самое, что и во всем мире. Благодаря средствам массовой коммуникации происходит промыв мозгов. И используются такие, ну, богом созданные человеческие преимущества. Например, что человек, как еще древние язычники заметили, животное общественное. Вот. И делали же психологически даже эксперименты. Вот берут в зал там 500 человек и вызывают и говорят, вот на сцене квадрат. Какой он сценарий? Он говорит, белый. Потом начинают все подряд выходить, да как же он белый, он черный. И тот на глазах у всех начинает сомневаться, а потом говорит, он черный. Потому что он поддается тому, что называется общественным мнением. А что такое общественное мнение? это когда 8 газет повторили одно и то же. Или 7 каналов телевизионных. Одно и то же. Одна и та же картинка, одна и та же интонация, одна и та же насмешка. Особенно дети. Дети очень боятся насмешек. Поэтому они готовы так сказать под вот под таким давлением и хоть от папы и мамы отречься. Я вот знаком с такими случаями, когда богатый папа, чтобы отомстить своей бывшей жене, нанимает психолога и потом, когда мама в очередной раз, ну, потому что папа богатый, суд присудил детей, конечно, папе, но мама может ходить к ним раз в неделю. На третий, пятый свой приход дети маме говорят, мама, а ты могла больше к нам не приходить? Более того, спустя десять лет они также ничего не хотят слышать о своей родной маме. Если детдомовцы, которые никогда не видели маму, тратят годы, чтобы ее найти, то та мама, которая родила, выкормила, не отрекалась от них, благодаря работе психологов, она отвергается собственными детьми. Это сплошь и рядом делается, просто это еще не массовое явление, потому что не так-то много богатых. и потом сам богатый отдает своих детей каким-то нянькам, потом в какой-то западный колледж, он все равно их не видит, чтобы отомстить той матери, которая то ли на его имущество, руководит. порождает зло, батюшка, всегда. Я в курсе. Да, ну вот я просто удивляюсь. Но эти-то люди не в курсе, они же не христиане. Нельзя же подойти к клетке тигра и убеждать его стать христианином. Ну это наивно. Так же эти люди, которые промоют мозги, ведь большинство людей, ведь вот я очень не люблю интервью с детьми, потому что дети говорят штампами. Дети штампами пишут сочинения. Они им объясняют, что учителю нужно. И они вот фальшивыми голосами там заявляют и вот им все хлопают, все довольны. Но ведь это же это даже не то, что не искренне, это не осмысленно, это чужие слова. Это для меня, например, это отвратительное зрелище, а все радуются. Вот так же и здесь это просто промытые мозги. Ничего в этом нет, кроме вот желания взрослых их так вот выучить. И они будут говорить штампом, а ведь ну вы как человек, медиафигура, вы же знаете, что большинство людей никак не самостоятельно не мыслят, потому что у них нет так сказать за плечами сотни прочитанных книг, каких-то выводов, они ничего не знают. Что по телевизору говорят, то и мнение. Единственное, что они к своему такому мнению в кавычках еще говорят «я считаю». Но ты считаешь так, как тебя научили. Вот ты так и считаешь. А не потому, что ты благодаря каким-то терзаниям, сомнениям, изучению погрузился в эту тему и пришел к какому-то выводу. люди боятся что-то сказать против гомосексуализма. отец? Ну, потому что тюрьма. Ну, миленький мой. Священников уже арестовываются, сажают за проповедь внутри храма. Это же есть такие случаи. Мне один епископ в Америке говорил, а я не могу уволить священник, если узнают, что он гомосексуалист. Он тоже через суд восстановится. Понимаете, какой ужас. Страсти? Нам это пока не понять, потому что мы же в другой стране. Но если к власти придут эти люди, то это очень быстро произойдет. Потому что народ скажет, ну, чего связываться? Ведь до сих пор у нас русский человек он боится учителей в школе по старой памяти. Он пойдет на что угодно, если ему скажут, что к ребенку будет плохо относиться. Я постоянно с этим сталкиваюсь. Как вот сейчас даже верующие семьи заставляют просить, чтобы у них была основа этики, не основа православия. стесняются своей веры? Да, стесняются веры, боятся, потому что оказывают давление учитель. Ну, что такое учитель? Самый бедный, самый наш, ну, как забитый чиновник. И вот скоро уборщицы будут бояться. Что там тетя маленькая? Все еще исполнены страхом. Поэтому он я помню, так сказать, ну, как моя тетка, она умерла еще совсем не так давно, несколько лет назад, но о некоторых вещах она говорила только шепотом, потому что ее дедушку расстреляли как врага народа, она все прекрасно знала, как это все бывает. Ну, я вот в Америке когда был, на некоторые темы в своем собственном автомобиле человек говорит только шепотом. Это значит, что у него уже привычка. Он говорит, тихо, потом говорит, мы в автомобиле. Ну, на всякий случай, лучше не привыкать. Некоторые слова ключевые, только шепотом. Это в свободной стране. Мы едем в его автомобиль, рассекаем там 55 миль в час, вот, и он боится говорить в полный голос. Я говорю, ну, интересно. Я из России приехал, а тут в так называемой свободной стране. Это уже некое табу, это не обсуждается. То есть, если ярко и громко говорить против садамитов, ну, скажем, в той же Европе или в Штатах все равно это вызовет ну, такое... Это будут проблемы. У нас, когда сажали на 10 лет, считалось, что это детский срок. Как вот в этом анекдоте. Сколько у тебя? 25. А за что? Да ни за что. Врешь. Ни за что 10 дают. Поэтому это все проходили. Как это получилось? Да очень просто. Читайте русскую историю. Все то же самое. К сожалению, в школе историю не преподают. Поэтому новые поколения это быстро забывают. Но я-то лично общался, некоторые знают, которые живы до сих пор, которые отсидели. Ну, правда, не полную десятку, потому что там Сталин уже умер, и стали их отпускать, реабилитировать. Ну, и потом я много знаю дел своих родственников в нашей семье. Больше 20 человек пострадало за веру. Только одна вина, что человек веровал в Бога, и все. А отрекись, и все, и работать там хоть бухгалтером, хоть, ну, не знаю, учителям-то вряд ли давали возможность. А вот каким-то кем-то что? Думайте, что сейчас может такое быть, если, ну, не знаю, у нас, может, мы придем, но если это, так сказать, и у нас абсолютно, потому что основная масса народу не просвещена христианством. Она, кем, чем нас просвещают? Астрологией, инопланетянами, вангами, знахарями, там, еще всякими древними цивилизациями каких-то гигантов, ну, чем только не просвещают, часами, там, кремлевскими любовницами, экономикой, то есть основная часть населения страны вынуждена все время рассуждать, сколько долларов, сколько евро, как будто у нас мешки долларов и евро, нам это все очень важно, а русская история подается очень фрагментарно, либо в каких-то странных фильмах, где все от костюмов до диалогов все ложь и китч. Ну, это просто могло бы это стать орудием просвещения, возвышения народа, о своей вере, что человек знает. Люди, которые именуют себя глубоко верующим, как только откроют рот, начинают нести такую ахинею. Признаки того, что это внезапно и во всех странах и идет поступательно, то там есть, ну, как бы страны такие более или менее передовые, где разложено население и лучше контролироваться. Есть помедленнее, а есть федерации, как Америка. Там в одном штате запрещено, а в другом запрещено наоборот. Так сказать, пожалуйста. А цель? А цель превращения человека в демона. Расчеловечивание. Те люди, которые этому служат, они не знают, что они думают, но они служат дьяволу непосредственно. разрушение человечности, потому что вот всякие такие проекты, они же приводят к разрушению троечности человека, его семьи. А разрушение семьи это разрушение человека. Вот это атомизация. Потому что Бог создал ангелов как собор, каждый ангел индивидуальный, а человека создал как род. Ангельский собор и человеческий род. Мы все люди на земле одно. Дети одного Адама, ну, можно сказать, и одной Евы. Это абсолютно генетический факт. Научный. Вот. Мы, конечно, и по цвету кожи, по форме черепа, все это разошлось, разные расы возникли, но это все почем. А из начала мы все вышли из-за дам, мы все братья и сестры. И Бог угодно, чтобы мы жили в любви. Для чего он нас так создал? Для того, чтобы мы ощущали это братство. Но грех разъединил людей. И на языки разъединил, и на расы, и на на национальности, и потом на, теперь, экономически разъединил. Есть богатые, есть бедные, и так далее. И в людях всеял зависть, злобу, гордыню и так далее. И Христос пришел, чтобы из тех всех людей, которые захотят вернуться к изначальному райскому состоянию, в котором жил Адам, он же жил в раю, Христос стал новым Адамом. Поэтому те из людей на земле, которые привьются ко Христу, те вернутся к райской жизни, в любви жить, потому что all you need is love. Все люди нуждаются в любви, на самом деле, и скучают об этом. Но так как он не знает пути, он ищет какие-то суррогаты. Поэтому одни люди, ну, прям откровенно занимаются сатанизмом. некоторые рок-группы, вот тех персонажей, бывших людей, которые вы показывали на улице во всяких таких, ну, совершенно конкретных, там, рога, хвосты, они, иконография, понятно, кого они изображают. Это их сущность, просто она отражается и вовне. И Христос хочет, чтобы люди вернулись в ангельский чин, чтобы были как ангелы небесные. в любви к Богу и друг к другу. И вот это существует противоположный проект, да? А эти, да, конечно, они устраняют христианскую цивилизацию, через которую может человек обратиться к церкви. Вот человек идет по какому-нибудь городу, и он видит храм, а на храме крест. Некотор удивляет, ну, а что большевики колокольни ломали, кресты, сталкивали колокола с колокольниц, чтобы ничего не звучало о Христе, чтобы не, если нельзя храм взорвать, он, ну, нужен зачем-то, то надо крест, как минимум, чтобы ничего, так сказать, не напоминало даже, и Библию изымало, чтобы полностью перекрыть все каналы доступа. А зачем? Ну, новый мир строится, сатанинский. Сатанинский. Главный храм это дворец Советов со статуей Ленина. Ведь вся страна утыкана идолами вот этого антихриста Ленина. Новая религия совсем. Ведь коммунизм это же религия. А крест мешал в этом? Ну, а крест конкуренция. Потом в кресте же правда. А у них от начала до конца все ложь. Вот все. Землю крестьянам. Крестьян превратили в крепостных еще жестче, чем вот до 19 века. Потом фабрики рабочим. Кто что получил? Нет. Все. Всем партия управляла, все имела. Потом учредительство собрания. Разогнали сразу же, как только увидели, что не в их пользу складывается. Абсолютно нелегитимная власть. То есть, вообще, какая там легитимность? Почему знак креста, почему за крест сажали, стреляли? А я вот для меня, конечно, было... Так и сейчас в Америке то же самое. Нельзя носить крест на себе. И со школьников срывают, и даже с представителей медицинских всяких профессий. Выгоняют с работы, как во времена советской власти. Все то же самое. Гонение на крест это гонение на Христа. Это все дальше и будет продолжаться. Вряд ли это как-то сдадут назад. А вот эти вот извращенцы-то, они тоже, так сказать... Нет, а их на щит они же бесплодны. Они будут сейчас детей всех перерабатывать в себе подобных. И люди будут исчезать, они сами друг друга будут поедать, семь будут сокращаться и христианская Европа будет вымирать и все. Уничтожение всех христианских народов. А для чего, чтобы человек убиться, что ли, это действует, чтобы убить людей? Я думаю, что людей определенных. То есть тех, у которых есть Христос в сердце и в уме. Которые хотят, ну, хоть в чем-то вести Христа подражательную жизнь. 1 июня, в День защиты детей, в Благовещенском храме Москвы прихожане поставили 5000 свечей в память 5000 убитых в этот день в очреве матери наших неродившихся детей. Человек, знаете, говорят, создан для счастья, как птица для полета. Но счастья-то нет. Счастье возможно только в семье. Будь ты самый богатый человек, но если у тебя нет семьи, ты несчастлив. Да, ты сильный, ты можешь какую-то должность занять, ты можешь какой-то проект совершить. Но счастья нет. А у нас семья разрушается. Семья. И у нас этому предмету в школе не учат. Учат другому. Учат другому. Учат растлению, как пользоваться презервативом, как детей уничтожать, как от детей предохраняться, как от бандитов. Понимаете? Вот какие задачи. У нас был такой эксперимент. Мы договорились с одним московским роддомом. И нам разрешили беседовать с каждой женщиной, которая пришла на борт. Нам удалось отговорить каждую десятую. И все, с которыми мы разговаривали, выдвигали сначала экономическую проблему. Вот я на свои финансы не смогу ни содержать ребенка, ни нигде нет жить и прочее. И мы говорили, что давайте мы вам во всем поможем. Если у вас нет жилья, мы вас ему предоставим. Если вы беспокоитесь, что вам не удастся воспитать ребенка, мы его поместим в заведение, в ясли, в сад. Один человек с деньгами согласился этот проект оплачивать. Но в конце года мы потерпели полную фиаско. Почему? Потому что деньги оказались невостребованы. Ни одна родившая, которая хотела убить своего ребенка, не пришла за материальную помощь. Почему? Не надо. ребенка. допустим, мы вывесим объявление в интернете. Убиваем детей по такой цене. Это будет один результат. А будет прерывание беременности в любом сроке. сегодня однозначно можно сказать, что прийти к власти временному правительству помогли США и Англия. Их интерес был в том, чтобы во главе страны иметь управляемых людей. И самое главное заставить Россию по-прежнему воевать. Вы согласны с тем, что корона Российской империи сто лет назад имела сакральное, особое значение для существования такой цивилизации, такой большой страны, как Россия. Отец Дмитрий. Для некоторых да, а для других это просто объект, который можно продать. Почему мы, люди, живущие на этой земле в России, не нравимся, какой бы политический строй здесь не был? В чем причина? Россия Бог по какой-то ему одной известной причине сделал Россию с ее недрами чрезвычайно богатой. И, конечно, человек, который занимается бизнесом, то есть он делает деньги, ему вот этот лежащий такой и бриллиантовый золотой кусок, он не дает спать. Бессонница это мучительное состояние души. И поэтому как так? Вот Мадон Олбрэд тогда заявила, ну какая? Это несправедливо с точки зрения Англосаксу, что Россия такая богатая. В этом все. И еще вот сколько потрудились и Шиф с товарищей, и Свердлов с товарищами, вот, и, ну, весь этот объем недругов. Ну, казалось бы, все убито. Нет? она опять уже в какой раз собирается и опять Америка вынуждена побаиваться и как-то вот очень осторожничать. Поэтому это опять нужно опять откладывать вот эту победу. Уже вот-вот которая совершилась. сейчас все маски сброшены. Очень удивительная такая история. Теперь даже никто не говорит слово конспирология. Все настолько устали от всяких этих вещей, что мы просто вот включаем украинское телевидение и смотрим Октябрьский переворот, как он делается. В прямом эфире? Да. В прямом эфире наши же люди ну, говорят украинские чуть-чуть отличаются, а так все совершенно ясно. Мы видим, что по всему миру происходит. И совершенно откровенно люди говорят уже не стесняясь, не маскируясь, какие-то обороты речи не используют. Поэтому все от начала до конца вся русская история это сплошные войны, которые для того, чтобы защитить нас, чтобы дали нам возможность жить, как мы хотим. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, почему наша церковь тогда, в те годы, вот, 905-й, 1917-й, не смогла удержать в духовном смысле ситуацию под контролем? церковь была в тяжелом положении. Упразднено патриаршество, главой церкви стал император. И с этим пришло много вирусов. Конечно, отдельные личности были и святые, и выдающиеся, но в целом, когда церковью управлял оберпрокурор Святейшего Синода, уже это было не каноническое управление церковью. Это очень был тяжелый период нашей церковной истории.